Контрасты души Контрасты души Контрасты души в разрушении вот этих тесных, семейных, Богом созданных отношений? Это если мы имеем в виду, что брак на небесах заключен. А если это партнерские договоренности? Когда мы говорим о том, что партнерские договоренности, либо какие-то другие ситуации, если человек, молодые люди, может быть, это уже люди в возрасте, которые пошли на то, чтобы соединить свои жизни, то, что здесь соединено на земле, то и Бог тоже соединяет. И Бог желает, чтобы эти отношения, которые люди соединили, возможно, может быть, через договоренности, через какие-то другие аспекты, Господь тоже желает, чтобы именно эти отношения были сохранены. Потому что есть тот, кто является противником Бога, и он делает все возможное, чтобы самое святое семьи были разрушены. Ну, вы так говорите, как будто это правило ко всем относится. К сожалению, это не так. Потому что есть семьи, которые совершенно непонятным причинам образовались, потом люди понимают, что они друг друга не удовлетворяют никак, и в том числе и в постели. И человек ищет другие варианты, он находит другого человека, и с ним живет, потом с этим разводится человеком и так далее, ищет свое счастье. И, в принципе, человек свободен. Мы не можем сказать, что оковы брака сковывают человека на всю жизнь. Или вы так говорите? Самое главное здесь понять именно, что является счастьем для человека. Если счастьем является свобода, то, как правило, многие так считают, что сегодня один муж у тебя, завтра другой муж или, допустим, другая жена, то, по сути дела, в принципе, люди, которые всю жизнь ищут, да, они свободны. Но эта свобода не делает их по-настоящему счастливыми. Счастье заключается именно в том, когда двое людей, которые живут вместе, скреплены узами семейного брака. Если они на протяжении всей своей жизни, год от года, день от дня, доверяют друг другу, друг другу, если они помогают, поддерживают, если они любят друг друга, то вся эта их любовь, все эти отношения, они с каждым годом будут укрепляться. И вот как раз-таки вот эта модель, модель библейского, скажем, предложения, примера семьи, она наиболее показывает нам счастливые отношения. Счастливые отношения тех людей, которые доверяют друг другу и живут вместе. Ну, в Библии не так много счастливых семей, я бы сказал, их почти там нет. И так же, как и в реальной жизни. И поэтому, когда человек или мужчина, или женщина вступают в брак, они хотят, чтобы все их нужды или все их потребности были восполнены именно там. Но это не всегда получается. И со временем просто люди остывают друг другу. И тем более, если они женились по страсти, то страсть быстро уходит. И, в принципе, человек желает вернуть эту страсть, но с женой или с мужем это уже не получается, потому что уже друг друга знаем очень хорошо. И поэтому есть вариант другой, пойти на стороне, найти новое чувство. Девушку помоложе, парня посвежей. И не вижу я в этом такой трудности. Наоборот, иногда это спасает брак, потому что они договариваются, у них есть обычный стандартный любовник один и тот же на протяжении 10 лет или 20 лет. Что происходит в этой ситуации, которую вы сейчас описали? Человек, когда думает себя сделать счастливым и видит это в том, чтобы найти кого-то на стороне, по сути дела, это человек, которого он находит, он с ним соединяется только лишь в одной плоскости, в одном измерении. Это чувство, которое он переживает в данной ситуации. Но когда мы говорим о настоящем счастье, оно заключается не только лишь в чувствах, которые ты переживаешь вот с этим человеком. Этот человек для тебя, он далек, он далек для тебя эмоционально, он далек для тебя духовно, у него свои взгляды, свой мир. И вы с этим человеком совершенно как бы две разные инстанции. А если этот человек... Вы просто сошлись на время для того, чтобы как бы возможно искусственно осчастливить себя. Но по сути дела счастье заключается в том, когда именно люди соединены во всех плоскостях. В том случае, я также имею в виду, когда и эмоционально, и духовно, и также когда вы доверяете друг другу. Когда человек, с которым ты находишься на время, на ночь, может быть, на день, на два, на год, на три, и ты переживаешь о том, чтобы твоя жена или твой муж не узнал об этом. А если знают, все нормально, договорились. Ведь, смотрите, вы же приходите домой и кушаете вечером ужин. Вы знаете, в принципе, что ваша жена готовит, вам это нравится. Да, она иногда читает книжки, иногда разнообразие происходит в кухне. Но в любом случае, вы хотите устроить себе праздник, идете в ресторан и кушаете еду, которую готовил другой повар. И не из рук жены принимаете пищу, а из рук шеф-повара французского или итальянского. И вы устраиваете себе праздник. Почему? Если в области еды это возможно, то в области секса нет. Что касается данного примера, то здесь данная ситуация говорит о том, что я иду даже в ресторан, но я иду со своей семьей, я иду со своей женой. И мои отношения в данной ситуации здесь касаются того, что они укрепляются благодаря тому, что я уделяю время для жены и для семьи. Если бы я ушел бы с кем-то, допустим, то тогда бы, возможно, какие-то были похожие иллюстрации того, что вы сейчас говорите. В данной ситуации еда не будет являться тем аналогичным примером отношений именно в семье, потому что супружеские отношения, они построены на доверии. Счастье, которое возникает даже в отношениях между друзьями. Они не имеют, так скажем, каких-то более интимных отношений, но они доверяют друг другу, и они счастливы от того, что они могут доверять друг другу какие-то проекты, какие-то, возможно, какие-то свои переживания, нужды. То же самое и в семье, когда муж доверяет своей жене, когда жена доверяет мужу, вот это доверие, оно скрепляет и соединяет их узы брака, оно делает их счастливыми. Что вы сказали по поводу библейских примеров? Конечно, не так много их в Библии, но тем не менее, это еще раз говорит о том, что выбор, который делают люди, он не настолько как бы правилен, потому что они сделали выбор, эти люди, и они даны нам пример, чтобы сегодня мы читали эти примеры и увидели. Оказывается, измена, она не сделала их счастливыми. Пример Давида, что он стал даже несчастным человеком, потому что он пошел на поводу у этого греха, у этого соблазна. Какой конец мы должны видеть уже на начальной точке нашей отправки в данном направлении, что нас ожидает в конце. И если мы посмотрим, прочитав это, увидим, какой вывод мы сделаем. Хочу ей жизнь разбитую для себя. Что Давид, будучи праведником, не видел этой проблемы. Он даже не понимал, что это проблема, пока ему пророк не пришел и не объяснил это через притчу. И как мы можем ожидать от себя видения ситуации, если даже Давид этого не видел. С другой стороны, когда мы говорим об измене, мы говорим о нарушении договоренностей между супругами. Но если эти договоренности, например, есть и приглашают третьего человека в семью, или, например, дружат с семьями, или, например, ездят в секс-туры, и почему это должно считаться изменой? Если нет никакой неправды в этом, люди договорились и это сделали. На самом деле, сегодняшняя ситуация в мире, она настолько плачевная в том плане, что сегодня люди пошли еще дальше. Если еще вчера, возможно, было новым отношение гражданских браков, люди не узаконивали свои отношения, то сегодня мы видим пример гостевых браков. Когда, допустим, муж ездит в один город в командировку, в другой, в третий, у него в каждом городе есть свои семьи, которых он обслуживает, деньги спонсирует, материальная помощь. Но это еще раз показывает, насколько грех извратил и сделал семью неким таким инвалидом. Инвалидом от того, что вот эти семьи, эти люди, которые даже, пускай, может быть, договорились, которые даже знают об этом, но у них нет вот этих близких доверительных отношений. Да, они договорились, да, они знают друг о друге, но чтобы, возможно, не пострадали их дети, они стараются, как бы, так скажем, это умалчивать. Но что видят дети? Какой пример они вкладывают в своих детей? Наверняка родители не думают о том, чтобы их дети не хотят, по крайней мере, чтобы дети унаследовали путь, которым они пошли. Они хотели бы наверняка вложить самое лучшее в них, но они не задумываются, что так поступая, они носят тягчайший урон для их психики, да, для их будущего понимания, для их даже представления данного отношения между любящими супругами. Хорошо. С чего начинается измена? Измена интересная такая штука, и она начинается незаметно. Человек не сразу, ни с того, ни с сего не изменяет своему супругу или супруге. Все начинается с небольшого, с мысли. И буквально мы говорили об этом, о том, что мысль, когда человек смотрит, возможно, порнографические сцены, фильмы, да, вот, какие-то сюжеты, которые он видит на экране телевизора, да, возможно, через сайты интернета. И он смотрит и видит, что в его семье, в его семье не так все гладко, красиво, не так все это эффектно, как он это видит там. И, конечно, он желает именно, так скажем, как бы, вот, начинает думать, по крайней мере, об этом. О том, как бы, так скажем, это тоже воплотить именно вот для себя, чтобы ему было хорошо, бы ему было красиво. Поэтому, сначала начинаются мысли, потом эти мысли постепенно переходят уже в такие решения, которые человек вот совершает, вот, думает, по крайней мере, о них. И уже последнее, это, конечно, уже само действие, сама, сам процесс измены. Но все это проходит постепенно. И если человек на первом этапе своей мысли позволяет мысли развиваться, думать об этом, да, то нет, вот, так скажем, гарантии в том, что, когда он подойдет именно непосредственно, вот, к самому, так скажем, моменту этому, когда уже зад придется ему согрешить, он может остановиться. Нет гарантии в том, что он может сделать остановку. Поэтому лучше на ранних этапах уже это предотвращать. Лучше останавливаться. И Господь говорит, я вам могу дать помощь и поддержку. Не может быть искушений сверх ваших сил, если вы будете обращаться ко мне. Раньше считалось, что, в принципе, к измене более склонен мужчина, чем к женщине. Сейчас социологические исследования говорят, что, наоборот, мужчины не так часто изменяют, как женщины. И эта ситуация очень странная, потому что это сдвиг парадигмы мышления. То есть раньше считалось, что мужчина свободен в браке, он король, что хочет делать. А женщина связана с детьми, и очагом она, в принципе, желает сохранить семью. Сейчас многие вещи меняются, и все смешивается. То есть мы не можем таки поставить границы, что вот мужчина более склонен к измене, женщина менее склонна к измене. Но, в принципе, изменяют очень многие люди. Очень редко кто может сказать, что он в жизни имел только одного партнера. Хотя в Европе это принято, и может быть на Востоке, но в секулярных странах, которые не воспитаны в религиозных таких нормах, в принципе, это не считается даже и доблестью. А что делать людям, которые пережили в своей семье измену своего супруга? Как им себя вести? Как можно им помочь? Самое, конечно, главное в этой ситуации, в этом случае, на самом деле, это помощь реабилитироваться. Людям, которые перенесли вот эти переживания, эту утрату, возможно, эту боль в сердце, которой люди узнают о том, что их человек, любимый, с которым они прожили, возможно, не один год, совершил измену. Священное Писание, Слово Божие говорит нам о том, что первое, что необходимо в этой ситуации сделать, это необходимо признать о том, что ты сам, возможно, вот в этом как бы не виноват. Многие люди себя винят в том, что их супруг, муж или жена изменили, они винят себя. У них начинается комплекс, так скажем, вот этого вины, низкой такой самооценки, что я как бы толкнул на это. Конечно, разные ситуации. И мы говорили, когда о потребностях женщины, о потребностях мужчины, главное, чтобы и муж, и жена знали, в чем есть нужда у его супруга или супруги. И когда, конечно, эти нужды не удовлетворяются, это некий такой толчок, чтобы этот человек мог изменить или пойти к этой измене. Но, тем не менее, есть вот это чрезмерное чувство вины, что я вот виню, что он это совершил, это сделал. Священное Писание, Слово Божие, говорит нам о том, что необходимо молиться, молиться о своем супруге, о своей супруге, которые пережили измену, и которые сейчас нуждаются именно тоже в этой реабилитации. И некоторые дистанцируются в этой ситуации. Ты изменил все, так скажем, мы с тобой чужие люди. Но если вы хотите сохранить брак, и Библия говорит об этом, чтобы все-таки именно делать все возможно для сохранения семьи. Вот. Разные ситуации. Хотя, конечно, измена в Слове Божьем говорится и как, так скажем, некий такой повод для развода. Но Бог не обязывает сторону, которая пережила измену со стороны своего супруга неверного, да, обязательно разводиться. Священное Писание все равно желает, чтобы эти две половины, да, супругов смогли бы вместе все-таки восстановить. Идея хорошая, очень красивая, но, к сожалению, в реальности получается так, что человек, который прощает своего партнера неверного, проявляет слабость. И тот человек понимает, что это безнаказанность. И повторяется это из года в год, из раза в раз. Иногда это хорошо, когда это все всплывает и обсуждается, но часто измена происходит подспудно. И женщина-то чувствует, или мужчина, да, которому изменяют, и они ничего не могут сделать. Они страдают, переживают, то есть они не могут повлиять на эту ситуацию. Они пытаются сами как-то исправить, да, привлечь своего супруга опять к себе, но и боятся брак потерять. Но на самом деле это заходит очень далеко. И человек, в принципе, живет двойной жизнью, имеет две семьи иногда. И что в этой ситуации делать? В этой ситуации здесь тоже необходимо не обращаться в крайность, а именно увидеть некую золотую середину. А крайности в данной ситуации, они выражены тем, что человек начинает чувствовать себя некой такой жертвой того, что муж или жена изменяет, и он занимает пассивную ситуацию, не обращает внимания на это. Вот здесь все-таки стоит об этом молиться и однажды поговорить, иметь встречу вот со своим супругом, серьезный разговор о том, что сказать о своих чувствах, о своих переживаниях. Я беспокуюсь, я думаю о том, что что-то у нас не клеится в отношениях, что это может быть. То есть необходимо в таких ситуациях искать вот эти вот мостки, которые могли бы открываться друг другу другу, помогать открываться друг другу супругам. И это может помочь именно в восстановлении отношений. Но когда люди далеки друг от друга, когда они не понимают, у них нет этого, конечно, они готовы на все и продолжение измены. Была острая тема у нас сегодня. Некоторые вопросы мы и для себя прояснили. Спасибо вам за вашу точку зрения, которую вы представили, Василий. В эфире была программа «Контрасты души», ее ведущий Александр Шатан и наш гость, магистр богословия, пастор церкви Василий Половинка. Всего хорошего вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok